Привет, непрофессионалы и дилетанты! Вашему вниманию матч русскоязычной лиги профиклубов между командами Paradise и Revelation. Paradise играет в синей форме, Revelation в черно-желтой. Поглядим, давненько у нас не было разборок на компьютерах. Мы лигу Xbox One обозревали. Ну и теперь посмотрим, что нам покажут ребята с ПК. И мы видим, что тут же, не откладывая дело в долгий ящик, Paradise забивает. Ну вот так вот. Мы сейчас разберем этот момент. Назад, Леха Матай. Стоп. Ну, во-первых, видно, что Paradise, ну, скажем так, достаточно активно начал, несмотря на травму своего игрока, да, вот он лежит. Они, видимо, поняли, что лучшая защита – это нападение. И пока лежит у них футболист, вот, они решили пойти в атаку. Фокс отдал на дефиспаду. Ну, здесь уже видно, да, насколько неграмотно располагаются игроки Revelation. Во-первых, вот, раз, два, три, четыре. Четыре игрока, ну, давайте пять будем считать. Пять игроков. Пять игроков Paradise атакуют. Что делают игроки Revelation? Сколько их, во-первых? Этих пять, мы посчитали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, понимаешь? Восемь человек, не считая вот этого. Восемь человек не могут разобрать пятерых. Потому что видно, да, как они располагаются. Вот эти двое, да, вот что они вдвоем здесь делают? Ну, что? Вы все равно, тут одного человека достаточно. Понимаешь? Вот. Ну, идем дальше, хорошо. Вот он пошел в отбор, да? Хорошо, пошел в отбор. Здесь вроде есть и подстаховка. Ничего страшного, совершенно ничего страшного не происходит. Больше того, здесь, ну, любая более-менее квалифицированная оборона должна разбираться без каких-либо проблем. Потому что тут проблем быть не должно. Ну, смотрите. Во-первых, ну, какие варианты у Подольского? Ну, какие у него варианты? У него тут только один вариант. Пас на синего. Значит, что надо делать? Смещаться, перекрывать траекторию синему. Правильно? Правильно. Что происходит? Ну, вот он, вот он перекрыл, да, траекторию? Перекрыл. Ну, как-то, знаешь, он ему то ли корпус не поставил, то ли что. Ну, это, знаешь, это прерванная передача должна быть. Ну, он, видишь, он мимо, он мимо бежит. Ну, вот это ключевой момент, да, ошибка. Ошибка в развитии атаки. Как он позволил так сыграть? Я не знаю, кто это. Это Russian... Нет, подожди. Это Джимбо. Джимбо, наверное, да? Джимбо. Вот. Ну, Джимбо позволил ему оторваться. Ну, даже сейчас. Даже сейчас это еще не катастрофа. Потому что, ну да, он выбирается на оперативный простор. Но, но, здесь вот этот вот игрок, да, должен был, сейчас его роль ключевая, да, смещаться так, чтобы не давать прострелить под удар. Надо его вынудить вот до сюда дойти, да, остановиться или что-то в этом роде сделать. Но что мы видим? Что мы видим? Да, вот он слишком к нему приближается. Ну, куда ты сближайся с ним? Тебе надо траекторию перекрывать, а не игрока. Вот, 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 от Джимбо, вот он этим и должен заниматься. Прикрывать игрока. И этот должен перекрывать траекторию. В данной ситуации, когда атакующих игроков меньше, чем обороняющихся. Что надо делать? Просчитывать, куда мяч пойдет. Ну, вот они попытались. Вот, смотри, ну, как только пас пошел, этот, этот мимо проскочил. 16к или кто там. Ну, защитник провалился. Ну, естественно, у защитника скорость меньше, чем у нападающего. Но, вот, что я отмечаю из положительных моментов, да. Видишь, не пускаю за свою спину потенциальных добивающих. Вот это вот важный момент, да. Видишь, то есть, если бы вдруг случилось чудо и вратарь бы отбил, вот, по крайней мере, здесь защитник хорошо отработал. Вот здесь уже другой вопрос, да. Мало того, что накосячил и привез гол в свои ворота, да, вот этот парень. Вот. Он еще и пропустил. Вот, между прочим, это большая ошибка. Была вероятность того, что голкипер отобьет. И, знаешь, с наибольшей, с наибольшим процентом вероятности он бы этот мяч отбил сюда. Как раз в эту зону. А тут защитник уже булки расслабил. Понимаешь, такого быть не должно. Защитник должен всегда работать и быть готовым, быть готовым предотвратить добивание. Не должен он выключаться из борьбы. Вот здесь вот такая ошибка. Ревелэйшн получает право на угловой. И давайте посмотрим, как эта команда исполниет его. Удар. Ох, елки-палки. Ну, это стандартное положение. И на стандартах всегда возникают какие-то непредвиденные ситуации. Ну, давайте смотреть, что тут было. Что тут было неправильно. Чья ошибка? Стоп. Вот, во-первых, да. Грубейшая ошибка, ну, знаешь, это уже вопрос, наверное, к разработчикам, да. Потому что здесь, здесь, когда два игрока одновременно вступают в борьбу, соперник, да, клеится, как будто бы клеится к одному из них. В данном случае, вот с голубой отметкой игрок, да, он не должен был вообще в борьбу в эту вступать. Он должен был отдать этого игрока коричневому. Потому что у коричневого, у него позиция более правильная. Тут не надо было, вот понимаешь, за заведомо проигрышный мяч бороться. Потому что в таком случае, в таком случае коричневый не может побороться. Ну, это так игра работает, так физика в игре работает. Он не может побороться из-за того, что этот приклеился. Если ты видишь, что твой игрок позицию проиграл, то не надо этого делать, понимаешь? Это первое. Второе. Тут уже и вот, я вижу, Russian King FIFA не успевает за своим. И здесь тоже, ну, какая-то тоже сутолока непонятная. Давай смотреть, что было, да. Ну, в результате, Немф бьет поворотом. Немф бьет поворотом. Коричневый не смог приклеиться, а голубой, там, ну, голубой, в смысле, в марке. Он проиграл позицию, пошел удар, да? Ну, удар, надо сказать, надо сказать, так себе. Но голкипер тоже ошибся. Если бы вратарь держал позицию, ну, то бишь, находился под... Чего он вышел вообще, непонятно. Мяч изначально шел сюда, он бы не перехватил. Стой себе по центру ворота. Ну, тут вратарь явно потерял ворота. И никакого голла бы не было, если бы вратарь, как говорится, не дергался, да? Спокойно стоял бы на месте. И он бы этот мяч просто поймал бы. И все, момент был бы исчерпан. Ну, видишь, вратарь допустил ошибку. Дальше смотрим. Леха, пускай. Вот. Ну, что это? Это уже как-то, как по мне, так, ну, несчастный случай это не назовешь. Ну, вот, защитник, да, защитник. Ну, там он уже ничего не сделает, понимаешь? Здесь форвард затолкал мяч в ворота. Но тут, даже если бы он выбил, ну, то бишь, нажал на кнопку выбивания, скорее всего, скорее всего, мяч бы уходил вот как раз-таки в набегающего вавчика. Ну, это, видишь, как здесь, ну, нету какой-то большой вины вот у защитника, который стоял на линии. Вратарь ворота потерял. Голубой вмешался в борьбу, в которую ему не надо было вмешиваться, да? Должен был коричневым оставить. Вот. Вот две ошибки, которые здесь привели к забитому мячу. Ну, вообще, наблюдая за этим матчем, я могу сказать, что стиль игры Парадайса мне больше импонирует. В том смысле, что они, видишь, стараются доводить атаки вот до ума. И у них процент брака гораздо ниже, 79, это четверка. Ревелэйшн на троечку пока играет. Ну, тут проблема в том, что Ревелэйшн использует больше дальних передач, да? Ну, вот. А Парадайс именно за счет коротких пасов, за счет командных перемещений. Сейчас мы видим угловой. Через дальнюю штангу розыгрыш. Ну, вот тоже, видишь, сутолока. Сутолока. Но там не повезло. Там не повезло. Там положение вне игры было. Давай разберем этот момент. Так. Ну, во-первых... Сейчас. Подавай уже. Вот так. Стоп. Вот здесь, да? Казак. Здорово. Ну, вроде бы открылся здорово, да? И хотел сыграть в касании. Но у него вот этот пас, да, уже он не получился. То есть, ошибка была здесь. Дальше. Дальше очень грамотно, обращая внимание на защиту Ревелэйшн, они тут же оставили неудел, а раз, два, двоих отрезали форвардов у Парадайса, да? И в результате, видите, тут, по сути, нужно было как-то пропихнуть мяч на Рашан Кинга Фифу. Вот. Но здесь уже положение вне игры было, поскольку в синий, да, синий, он находится не в пассивном офсайде, а в активном. Так как оказывает по правилам футбола, да, если игрок оказывает помеху, да, какую-то, например, в данном случае он закрывает обзор вратарю, да, и может, скажем так, даже если он, вернее, если даже мяч от него не отрикошетит, если он даже его не заденет, все равно, все равно в данном эпизоде, в данном эпизоде офсайд уже был. То есть, даже если бы Рашан Кинг Фифа забил бы, судья мог бы отменить гол. Это первое. Второе. Он дальше пошел добивать. Ну, дефис спарта. На самом деле, форвард не прочувствовал игру, да, в этом моменте изначально. Да, смотрим, как он располагается. Как он реагирует на движение защитников. Давайте смотреть. Потому что вот эти вот защитники, они грамотно ушли. А спарта, смотрите, он бежит. Он вот, вот, стоп. Уже сейчас должен стартовать. Как этот. Понимаешь, как волчок должен был туда забежать. И Рашан Кинг бы бил. Понимаешь, вот тогда это было бы здорово. Он еще и поперек бежит. Елки-палки. Тебе надо было кровь из носу из офсайда уйти. Понимаешь, вот. Он не ушел. А там, а там смотри, да. Там смотри, там бы голубой добил бы, да. Или красный добил бы. Никто из них не был в офсайде. Вот, по большому счету, здесь спарта. Да, ну, есть такой психологический, можно сказать, навык, да, чувство. Ну, где должен быть форвард. Голливуде чутье, да. Или игра без мяча еще говорят, да. Вот игры без мяча не хватило. Потому что здесь спарта должен был отдать другим. Тем более, что оборона ревелейшена. Ревелейшена. В данном эпизоде, ну, будем так говорить, в принципе, если бы спарта сыграл по уму, она тут обосралась. Потому что вот эти вот люди, да, что они тут делают? Они как пеньки в лесу на поляне, понимаешь, выросли. И ничего с ними не сделаешь. Но раз, два, три, четыре, пять человек штрафной соперников открытые стоят. Да, они вот рипу чешут. Ну, тут оборонита двойка была бы за этот эпизод, если бы спарта все не испортил. А он, по большому счету, в этом моменте сыграл, к сожалению, для своей команды отрицательную роль. Ну, посмотрим, как ревелейшен сконструирует свою очередную атаку. Ну, пока никак. Пока Подольский на фланге показывает дриблинг. Ну, видишь, дриблинг, клади дриблинга получился. И в результате все равно мяч у Подольского. Пас, ну, заброс, если не умеешь делать, их лучше не делать. Здесь они не получаются. И верни назад. Ну, вот здесь заброс получился. Стоп. Ну, чего надо было делать? Очень, очень простой момент. Пас низом в ноги зеленому, и зеленый уже делает перевод. Вот эту ошибку я у многих команд встречаю, да. И я заметил разницу, как играют классные команды, да, которые не брезгуют отдать пас поперек, а ради продвижения своих форвардов. Вот этот вот момент, да, вот это тонкое чутье, вот оно отличает сильную команду, да, от средней. Вот здесь, вот здесь, Подольский должен был давать зеленому. Тем более, что ему очень удобно получать этот мяч. Вместо этого он делает заброс. Ты понимаешь, что вот это вот очень грубая ошибка. Если бы сейчас, представляешь, если бы сейчас он не верхом бы дал этот заброс, да, а мяч был бы у зеленого. Ты представляешь, он бы мог одним пасом обрезать уже всех и выдать на спарту. Вот. Либо, либо выдать этому, и он тоже бы один на один выскакивал. Ты представляешь? Ну, даже если не один на один, ну, шансов было бы больше. А сейчас он делает этот заброс. Ну, и на кого он делает-то его? Там даже на дальнем фланге, да, на левом, там нет поддержки. Так что, ну, что тут скажешь? Это все безадесно. И, естественно, ну, знаешь, если соперник позволяет играть и позволяет давать амортизирующий пас, значит, надо его давать. Вот. Не злоупотреблять, конечно, этим, но вот конкретно в такой скоростной атаке этот пас, он бы, знаешь, дал форвардам хорошую возможность для того, чтобы уйти от защитников. Ушли бы они там, не ушли, это уже десятый вопрос. Но, тем не менее. Вот точность пасов. У Парадайса, у Парадайса 76%. Это четверка. Ну, и на двойку играет Ревелэйшн. Ну, мы вообще их с мячом толком не видим, потому что по владению имеет преимущество команда хозяев. Парадайс. Ну, и, в принципе, по ударам в створ. Тоже больше ударов они нанести в створ. Ну, и, в принципе, гол, который забил Ревелэйшн. Гол, который забил Ревелэйшн. Ну, я бы так сказал, не самый закономерный. Да, там, безусловно, вот то самое голевое чутье фото это не подвело. Но, в принципе, по игре преимущество по первому тайму Парадайса. Смотрим уже фрагменты второго тайма. Ну, вот, сейчас мы видим, да, как играет Ревелэйшн. Ревелэйшн допускает ошибки, ну, буквально на каждом сантиметре. Но тут, конечно, эти ошибки, они обусловлены жестким прессингом. Очень жестким прессингом. И вот, когда соперник жестко прессингует, да, то есть, то, чего мы не видим в исполнении Ревелэйшна, но видим в исполнении Парадайса. Вот здесь как раз и нужно давать эти пассы, эти забросы, да. Вот они здесь и пригождаются. Но мы видим, да, что Златан вместо того, чтобы как раз, видишь, вот она ситуация. Ну, может быть, не знаю, у вас не хватает навыков, да, мастерства. Да, но здесь, по большому счету, как говорится, назывался Златаном, потому что играй как Златан. Вот, Златан, конечно, не плеймейкер, но это уже десятый вопрос, он умеет передачу раздавать. Вот здесь видна явная ошибка в обороне у Ревелэйшна. Ревелэйшна, вернее, не ошибка, но такая ситуация, которая может к ошибке привести. Вот здесь два человека стоят из Ревелэйшна, да, вернее, оборона защита Парадайса допускает ошибку, да, а Ревелэйшн имеет шанс, потому что два форварда стоят, один из которых свежий. Видишь, очень удобно от реального футбола, тут сразу видно, кто свежий, кто нет. И причем, если здесь Златан бы грамотно перевел вот в эту зону мяч, у свежего было бы больше шансов до него добраться, да, и выйти к воротам Парадайса один на один. Но вместо этого Златан дает назад, а дальше, ну смотри, ну тебе дали назад, что надо делать? Здесь думать головой, это вообще противопоказано. На поле ты должен заранее знать уже, что ты сделаешь. Сюда давать опасно, потому что тут уже, тут уже поддавливают, да. Но либо ты это делаешь в касании, сразу ему даешь, и он дальше выводит мяч на Златана. Тогда полкоманды Парадайса останется в дураках, да, вот. Либо, если ты уже провородил момент, ставь спину и давай назад яйца катай, потому что другого выхода, другого выхода нету. Вместо этого МД стоит, понимаешь, рот раскрыл, но поборолся он за этот мяч, да. Но толку-то нету, понимаешь, потому что прессинг, прессинг работает. В то же время, смотрите, игроков Парадайса не прессингуют. Они свободно перемещаются и доходят до штрафной ревелейшена, хотя, ну, сейчас это успехом не увенчалось, да, но тем не менее, я, ну, Златан, что творит? Вы видите, да, он просто во втором тайме сейчас уже за две минуты, да, даже за, какой две, за минуту, две грубейшие ошибки совершил. Ну, вот здесь, да, идет, идет, идет Златан, его не атакуют, его не атакуют. Разгоняется твой партнер, и вместо того, чтобы сделать заброс, как раз здесь заброс пройдет, и тем более линия офсайда очень, знаешь, такая неровная, и плюс Russian King FIFA позицию проиграл. Ну, вот, ну, сделайте заброс, здесь заброс-то как раз, да, даже не обязательно заброс, тут можно пас низом даже дать, еще лучше будет, и смотри, пас низом, и дальше этот уже забегает, дальше пас, почти выход к воротам, это все, ну, классная команда, она это все заради читает, да, но здесь ревелейшен, вернее, не ревелейшен, здесь Златан допустил грубейшую ошибку, без, его никто не атакует, делай передачу, не хочу называется, на ход, вместо этого он дает назад, елки-палки, ты че, че у тебя с головой-то, все в порядке, ну, смотри, ну, дал назад, ну, эти-то правильно, они не ожидали даже, что такое может быть, что кому-то может в голову прийти, дать назад, и здесь, и здесь еще очень повезло, что не пенальти, вот, ошибка Златана, обрез, понимаешь, вместо того, чтобы в чужие ворота забивать, он в свои, в свои ворота привез опаснейший штрафной, и тут 18 метров, видите, до ворот, если есть классный исполнитель, да, если есть классный исполнитель, подольский будет бить, ну, посмотрим, как он исполнит, вот, ну, в принципе, профессионалы, они с 18 метров могут 6 из 10 положить, вот, подольский удар, но 16 ГК спасает, спасает, ну, вот, угловую, да, тоже посмотрим, как на этот раз футболисты Парадайса будут разыгрывать, разыгрывать этот мяч, вот, ну, 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 тоже через дальнюю штангу, это, видишь, у них домашняя заготовка, но заготовка, знаешь, так себе, ну, что, уже у нас концовка игры, анализируем моменты, ну, Златан на этот раз спас назад отдал, оправданный, вот, но люди, что в той, что в другой команде, я замечаю, они забросами пользоваться не умеют, вернее, они их не к месту делают, уметь-то кнопку нажимать, они, ох, ёлки-палки, ну, это, это, это привет вратарю, да, тут, тут разбирать нечего, ну, что надо было делать, сейчас, сейчас разберёмся, вот, тут, в принципе, ошибки никакой нет со стороны полевых игроков, всё правильно, ну, ну, что это такое, зачем этот дриблинг, сразу выбить, вот, правило, Бесков, Бесков Досаеву говорил, понимаешь, если, если рядом с тобой соперник, ты лучше выбей, я не знаю, ваут, куда хочешь, но не смей заигрываться с мячом, всякие вот эти трюки а-ля Нойер, это, это не к месту вратарю делать, и вот Шулер наказал, подошёл и уложил, вот, ну, это, тут этот гол даже разбирать не хочется, но голкипер подвёл свою команду, причём, причём, я неуверенную игру вратаря отмечал в первом голе, и, в принципе, если говорить о том, что ревелэйшн, а ревелэйшн-то в атаке так ничего и не создал, понимаешь, вот, то есть первый гол, это ошибка, ну, там и защитники тоже ошиблись, да, но всё-таки, если бы вратарь играл по позиции, там бы всё было в порядке, и не было бы никакого гола, вот, ну, а тут вообще подарил мяч сопернику, ну, ошибка вратаря самая натуральная, причём вторая, ну, если первую ещё можно, там, списать на угловой, стандартные положения, всё такое, ну, вот, вторая ошибка, и это уже, конечно, ну, вратарю единица с минусом, потому что этот матч полевым игрокам ревелэйшн, ну, у меня всегда есть претензии к игрокам, да, но в данном случае, конечно, ошибки вратаря, они свели на нет всю игру партнёра, вот обратите внимание, да, Russian King FIFA, ему оценку, игра ставит 7.4, это довольно высокая оценка для защитника, ну, о, хорош, ну, заслуженно, в принципе, ревелэйшн гол забили, и красивый, ой, ревелэйшн, говорю, парадайз, вот, ох, там ногу выгнал, я бы, если честно, подумал бы, что он инвалидом останется после такого удара, импровизейшн, ну, вот, знаешь, вот, когда никнейм, как говорится, оправдывает реальность, да, ну, шикарный гол забил, без вопросов, смотри, разбираем, да, ну, во-первых, ну, то, что оборона у всех команд хромает, это понятно, но вот сейчас опять, все втроём, все втроём бегут на один мяч, они даже не смотрят, что там, кто, где, по какой позиции играет, все бегут на мяч, это первое, второе, почему без опёки опять игрок, это вопрос к защитнику, кого ты опекаешь, кого ты держишь, ты должен в первую очередь не на мяч смотреть, а на потенциальных адресатов для передачи, а он бежит, вот куда бежит, давай смотреть, куда бежит, чего бежит, мало того, мало того, что он не держит своего, да, так он ещё и линию офсайда тоже не держит, понимаешь, ну, это очень низкий уровень, конечно, взаимопонимания в обороне, тут вопросов нет, ну, и пас следует открытому, открытому партнёру, защитник вообще убежал, блин, куда ты убежал, ну, это его гол 100%, 100% ошибка ужасная, это кто, это Златан был, да, или кто это был, это был Златан, ну, или нет, ну, я не знаю, тут сложно понять, у меня никнейм не показывает, номер я отсюда тоже не вижу, ну, в общем, я думаю, если этот игрок будет смотреть обзор, да, вот, он свою ошибку поймёт, нет, Златан, он в зелёных бусах, хоть бы это не он был, вот, ну, тем не менее, ничья, да, но по игре, как мне показалось, в этом матче Парадай заслуживал победы, но сами же, сами же, сами же лишили себя двух очков, да, есть над чем подумать, это правильно, вот, сейчас мы итоговую статистику посмотрим, видишь, в принципе, на четвёрку так и наиграли игроки Парадайса, у Ревелэйшена, у Ревелэйшена тройка, тройка, вот, при этом Ревелэйшен много ударов нанёс, но мы эти удары-то с вами видели, да, видели эти удары, вот, более точно играл, конечно, Парадайса, но это, опять же, это не только моё мнение, любой сторонний наблюдатель вам скажет, что, в принципе, то, что сделал, ну, вот, омочевратарь Парадайса, да, он просто подарил, подарил победу, вернее, ну, отдал победу, да, подарил очко, скажем так, ну, не своё, а командное, понимаешь, Ревелэйшена, но, с другой стороны, с другой стороны, я не призываю ни в коем случае накидываться, как говорится, с кулаками на голкипера, как это, там, у Зенита происходит, да, тоже загнобили, там, Ладыгина, и так далее, просто нужно тренироваться, нужно делать определённые выводы, да, вот, и если сейчас партнёра винить в том, что он там сделал, это, явно, а ротор РУС не поможет, это ему не поможет, вот, сейчас смотрю на статистику передач в Парадайсе, ну, это, знаешь, близко, близко к идеалу, да, близко к идеалу, ну, конечно, да, и опорник немножко по пасам не додавал, ну, вот, импровизейшн, импровиз, он хорошо себя проявил, забил гол, классный, ну, и по-дольски тоже был активен, в принципе, у меня, ну, мне Парадайс в этом матче понравился, к сожалению, здесь нам статистику Ревелэйшна не показали, но я бы, я бы тоже посмотрел, но, тем не менее, игра получилась зрелищной, приятной для нейтального болельщика, в этом я не сомневаюсь, вот, и думаю, что вам тоже всё это понравилось, всем большое спасибо за просмотр, удачи и пока!